Друзья, всем привет! Меня зовут Катя, вы смотрите блог Мир Трудкрафт, блог о творчестве, вдохновении и обо мне. И сегодня мы вместе с вами заполним вторую половину моего февраля. В моем визуальном дневнике это как личный дневник, но только в нем мы не записываем события своей жизни, а зарисовываем. Сейчас вы можете посмотреть, как обычно это выглядит, и я думаю, что сегодня получится не менее интересно, поэтому не будем затягивать. Погнали! Обычно я делаю довольно структурированную композицию, но в этот раз решила немного побаловаться и добавить в свой разворот немного такого творческого хаоса. 14 февраля, так как любить мне некого, решила любить себя, день начала со стрейчинга и позавтракала в Патрика Мари. Но на самом деле мне тупо было больше нечего делать, потому что я тогда только приехала с Архыза, со своего такого мини-отпуска, у меня заканчивался марафон, и я вообще не понимала, куда себя деть и что надо делать. Ну и вы же знаете, как девочки любят всякие гадания, я в инстаграме нашла какую-то маску, которая предрекла мне, что в день Святого Валентина я буду грустить. А в этот день я как раз договорилась о свидании вслепую с парнем из Тиндера, и я думала уже никуда не идти. А в итоге он встретил меня с цветами, мы прекрасно проболтали 5 часов, и я по сути впервые реально отметил этот праздник. А как дальше развивались наши взаимоотношения, история, пожалуй, умолчивает. В среду уже с подругой договорились позавтракать в центре в кофейне, все-таки для чего мы становились фрилансерами, обсудили последние новости, посплетничали и попробовали вкуснющий красный бархат. А вечером я провела итоговый прямой эфир на своем марафоне по ведению визуального дневника, выбрала победителей, и на этом закончились наши три недели вдохновения, творчества и практики. Следующий поток, я надеюсь, смогу провести уже в апреле или в мае, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Причем, по моим ощущениям, это получился один из самых крутых и полезных марафонов, поэтому прям рекомендую. Все, на этом все, всем удачи, пока! А во вторник я снимала обзор своей карты желаний за 21 год, и я до сих пор не смонтировала это видео, а сейчас оно кажется каким-то супер неуместным. Я говорила там о желаниях, мечтах, о волшебстве исполнения, а сейчас это звучит как какая-то насмешка, поэтому я даже не знаю, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, хотите ли вы увидеть это видео. А вечером встретились с друзьями и читали про совместимость асцендентов. Ну, впрочем, ничего нового. Четверг был первый днем после трехнедельной упорной работы над марафоном, поэтому максимально отдыхала, читала, вязала. И вечером пошла гулять, потому что на улице был волшебный аромат весны. А далее зарисовала несколько мыслей, которые пришли ко мне в тот день. Для начала я поняла, что хочу телек, а то у меня с постели открывается какой-то крайне скучный вид, но, видимо, над покупкой техники надо было думать раньше. Потом я задумалась, а с чего вообще молодые современные парни взяли, что они выглядят как-то круто в золотых цепях поверх черных водолазок. Для меня это все-таки выглядит немножко по-другому. А потом я задумалась, что, наверное, если я хочу быть какой-то более женственной, то, наверное, стоит начать с того, что хотя бы перестать покупать и постоянно носить безразмерные мужские футболки. И приняла решение, что мне надо прям хорошенько отдохнуть после марафона. Одного дня недостаточно. И в итоге до меня наконец дошло, почему так сильно меня начали раздражать сторис. А потому что формат подразумевает, что все свои мысли мы должны впихнуть в 15 секунд, а в жизни мы так быстро и емко не разговариваем. В пятницу облазили весь торговый центр в поисках новой нормальной куртки. И вообще ненавижу зиму за то, что постоянно приходится свою красивую модную одежду скрывать под стремным пуховиком. А вечером сходили на Uncharted с потрясающим Томом Холландом. Ну, в принципе, фильм ничего, зрелищный, но самое главное, какой там актерский состав. А потом по ночному Краснодарю шли до моего дома пешком, а это где-то километров пять. В субботу подруга пригласила меня поехать с ней и ее друзьями в клуб потанцевать. У меня как раз было подходящее под это настроение. Там ко мне подкатил какой-то немолодой человек, сказав, что у меня здесь самое красивое платье. Ну, в общем-то, было очень приятно. И я нашла подтверждение тому, что песню «Максим, знаешь ли ты?» орут больше всего всегда парни. А воскресенье, вот знаете, так могу только я. Я поехала на стретчинг и оказалась на море. Я просто обожаю свою жизнь. Мы договорились с подругой встретиться, попить кофе, но была такая хорошая погода, что решили немного покататься за городом и доехали до Абрау-Дюрсо. Да, а что? Я поняла, насколько сильно я уже хочу машину, чтобы тоже могла и самостоятельно устраивать такие приключения. А в понедельник все по-новой. Отдых закончен, надо строить планы, ставить задачи, а я вообще не могу собраться с мыслями. И ведь это самый основной плюс фриланса. Ты сам решаешь, как будет выглядеть твоя жизнь. Но одновременно это и главный минус, потому что никто тебе в этом не поможет. На следующий день кое-как собрала себя в кучу, весь день снимала тиктоки и ужасно кайфанула. Если честно, я до сих пор не понимаю, что я рисую. Но главное, что я не нарисовал члена. 23 февраля я решила заняться своим любимым хобби, приходить на почту в праздник, пока она закрыта. И была такая чудеснейшая погода, что решила поехать в кофейню и там позаниматься визуалом для своего инстаграма. Ха-ха, я тогда еще не знала. И вот визуал это вообще не моя тема, каждый раз это какая-то истерика. А вечером сижу, говорю, блин, в кофе попила, чай не хочу. И тут мама резко поворачивается и говорит, а давай бахнем шампанского. И да, я впервые в жизни сидела и чисто с мамой пила шампанское в честь праздника. И так душевно разговаривали, что вечер прямо останется в сердечке. А следующий день, я думаю, мы все запомним на всю жизнь. И знаете, мне часто задают вопрос, а стоит ли запоминать какие-то плохие моменты, зарисовывать их. И все на ваше усмотрение, я сама частенько пропускаю какие-то грустные моменты, но я думаю, что эти события просто невозможно игнорировать. Они точно оставят огромный след на наших жизнях, поэтому решила отобразить это и в визуальном дневнике. Мне бесконечно жаль, что подобное может до сих пор происходить в 21 веке. И я понимаю, что ни одно мое слово не утешит боль и страх потери. Я могу лишь нам всем еще раз напомнить, что человеческая жизнь это самое ценное, что у нас есть. И ни одна политическая, идеологическая амбиция не стоит таких жертв. Друзья, пожалуйста, берегите себя, фильтруйте информацию и оставайтесь людьми. Ведь нет плохих наций, есть плохие люди. И в наших силах сделать так, чтобы этих людей стало как можно меньше, наблюдая хотя бы за самим собой. Я просто очень надеюсь, что я как можно скорее смогу дописать вторую дату, дату окончания этого дурдома. И я хочу вас сразу предупредить, что дальше будут продолжаться обычные события моей жизни. Хотя, конечно, я бы с удовольствием выкрасила бы весь блокнот в черный цвет, но жизнь продолжается. Надо адаптироваться, держать руку на пульсе, но жить дальше. Потому что мы-то теперь с вами знаем, что оказывается абсолютно в любой момент все может пойти через жопу. И в наших интересах успеть как можно больше до этого момента. Поэтому мы продолжим последние недели моего февраля. В пятницу, чтобы совсем не поехать кукухой от новостей, начала стараться потихоньку возвращаться к своей обычной жизни. И меня впервые пригласили на полноценное стендап-выступление. И, ребята, я продолжаю настаивать, что обязательно посетите подобное мероприятие в своем городе. Потому что это правда очень классное и интересное разнообразие жизни. В субботу подруга пригласила вместе с ней ее друзьями провести вечер. И я подумала, что, а вдруг это последняя тусовка в моей жизни. Поэтому согласилась. И в итоге мы прекрасно провели вечер. Очень много разговаривали, спорили, размышляли. В основном о Тиндере. И один парень рассказал, что для того, чтобы завести с девушками общение, он задает им один вопрос. Кто ты из свечек Винкс? Мы, конечно, над этим все поржали. Но я все равно задумалась и поняла, что, скорее всего, себя ассоциирую с Блум. Но так и не поняла. Потому что она тоже добрая и тупая. Или потому что она главная героиня. В любом случае, решила пофантазировать, как бы я выглядела в роли феечки. А с понедельника началась суровая реальность, в которой мы, проснувшись 24 февраля, стали людьми, которых ненавидит абсолютно вся планета просто за то, что мы родились в России. Я здесь всю неделю. А точнее, я буду здесь всю свою жизнь. Все 365 дней в году, включая Рождество, Хануку, Хэллоуин и Первомат. И просто обидно, что в последнее время, наконец, общество стало более осознанным. Люди стали больше понимать и принимать чужие любые проблемы. Но сейчас об этом забыли. Начали дискредитировать чужие проблемы человека просто потому, что он родился в одной конкретной стране. И говорить ужасные вещи людям, которые тоже боятся, которые тоже против. Политика политикой. Но давайте не будем забывать, что нам же потом вместе строить будущее этой планеты. И лучше его строить на взаимоуважении, добре и любви. А в последний день февраля мне предложил встретиться мой брат. И мы с ним очень долго разговаривали. Обсуждали происходящее и его предстоящую свадьбу. О которой не может идти и речи. Но все равно надо принимать какие-то решения уже сейчас. И в конце он мне даже сказал, блин, тебя надо было раньше звать, ты меня так успокоила. А я ничего особенного не сделала. Я так же сидела, ныла. Но по сути я просто была рядом. Я дала ему высказаться и дала понять, что эй, ты не один здесь такой, я тебя прекрасно понимаю. Поэтому, наверное, самое ценное, что мы сейчас можем сделать, это просто быть рядом со своими близкими. Мне безумно нравится этот разворот. Хотя, да, здесь довольно мало надписей. А как вы успели заметить, я люблю пописать. Я думаю, что я люблю пописать. Поэтому основные преимущества этого разворота вот этой рамочки. И в какой-то выигрышной композиции здесь присутствует баланс между рисунками и между надписями. Все примерно одинакового размера. Возможно, цветовые решения неплохие, потому что никакие цвета слишком сильно не выбиваются. Единственное, мне не нравится здесь, что здесь слишком много белых элементов нераскрашенных, а здесь более яркое. Но ладно, я готова простить. А так же все рисунки делают намного гораздо интереснее тень у каждого предмета. И последняя на сегодня страничка, она получилась какой-то даже слишком голубой, серой. Надеюсь, цвета на этой странице только дополнит композицию, не испортит ее. И в этот раз я сделала такую более сумбурную композицию. Это что-то похожее на то, как я раньше вела визуальный дневник. Просто накидала рисунков и думайте, что хотите. Мне все-таки легче и понятнее, когда много текста, когда все понятно, где расположено. Но иногда такие развороты тоже можно делать, просто это слишком долгое. Часа два составляла композицию здесь. Хотя самое главное, что здесь классные иллюстрации, которые мне очень нравятся. Поэтому абсолютно плевать, какая здесь композиция. Единственное, здесь я тоже запортачила, пришлось приклеивать облачко поверх. Так что, если вы тоже накосячите, не переживайте, все можно исправить. Вот такая история у нас получилась в этот раз. Я очень надеюсь на ваше понимание человечности, на то, что я в комментариях не открыла портал в ад. И мне сейчас особенно сложно размышлять над тем, на какую социальную сеть призывать вас подписаться. Поэтому, ребята, самое главное, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Сейчас я больше всего обитаю в Телеграме. Но вдруг я вернусь в Инстаграм, а может быть в группу ВКонтакте вообще перейду. Поэтому, если вы не хотите меня потерять, то я оставлю все ссылки под этим видео. Вы знаете, что делать. А также не забываем про лайки. И, ребята, огромное вам спасибо за просмотр, за ваше внимание, за то, что вы остаетесь со мной. Берегите себя и творите, как хотите. Муа!